Приветствую всех Blender 281 и давайте разберемся, что поможет сделать для анимации окружения по-быстренькому, да, или используя свои какие-то детали, части, ну вот именно в ландшафте там или еще в чем-то, да. Давайте рассмотрим частицы, вот этот куб удалим, нажимаем Delete и в этом случае нам помогут именно аддоны, о которых я уже показывал в предыдущих роликах. Давайте добавим аддоны, нам понадобится правка настройки и зайти именно вот в аддоны и найти два аддона, AddCurveSplineSpline3Gen и AddMeshAntPlanescape, о, ядрит твою копать. Словом, поставите на паузу, приблизите и посмотрите, как они называются. Ну, погнали. Добавляем, сначала в мешах добавляем ландшафт, вот так он выглядит. И следующее, что нужно сделать, добавить в курвах, в кривых, именно Pline3Gen, дерево, слово. Нажимаем на дерево, жмем S и можно его вот так вот уменьшить. Еще S и уменьшаем. Теперь с помощью MOV перемещения отводим вбок и нажму-ка я, наверное, видимость опять клавиш. Все, я как-то забываю. End панель, все, вот здесь в левом углу вы их видите. Ну вот, допустим, у нас есть ландшафт. Мы хотим где-то поставить там деревья, там как-то это все оформить. Допустим, вот с этой стороны что-то можно переделать еще, где-то уплотнить, дорезать. Как это делается, я уже показывал. И вот, допустим, здесь где-то будет море, а здесь где-то будут животные какие-то гулять. Или какая-то история будет происходить на этом острове, ну, Робинзон-Крузо, допустим. Ну, там же и дерево надо добавить. Ну и погнали смотреть как, по Берикам, да. Дерево, кстати, можно делать свое. Также можно добавлять траву и многое, что еще можно так добавлять. Если вы что-то сами сделаете. Так, заходим на ландшафт на наш и заходим теперь в модификаторы. В модификаторах находим система частиц, нажимаем. И теперь заходим в функцию настройка частиц. Вот, открылся источник. Здесь можно ее переименовать. Вот здесь вот как-то назвать по-своему. Ну, в принципе, я пока это делать не буду. И вот теперь нужно назначить вот это дерево вот на эту плоскость, чтобы она тут стала. Заходим теперь в рендер. Находим теперь вот здесь вот. Рендерить как и ставим объект. Объект. Теперь масштаб можно прибавить. Ну, вот так где-то. И находим наше дерево. Нажимаем кисточкой на дерево. Вот вы видите, появилось дерево. Вот таким вот образом. Ну и давайте добавим количество деревьев, да. Так, тут число стоит тысяча. Так, нажимаем пока 100. Теперь здесь в вариации ставим ничего пока. А здесь ставим минус один энтер. И так же тут. Вот теперь у нас деревьев. Тьма тьмущая. Вот так это все дело выглядит. Прикольно. Вот здесь уже могут разворачиваться какие-то события. Так же число деревьев можно уменьшать. И число деревьев прибавлять. Хоть вот все ее засадить. Это вот как лес можно сделать. Так, но это пока не надо. Вот таким образом это выглядит. И давайте посмотрим. Раскрасим сначала все это дело. Откроем план. Найдем настройки материала. Создадим материал. Найдем основной цвет настроения синий. Поставим так. Коричневым. И немножко его притяним. Вот так. Теперь заходим в рендер. Вот эта вот настройка. И вот так все это дело здесь выглядит пока. Теперь найдем именно деревья. Вот это дерево. Создадим ему материал. И поставим ему зеленый. Вот теперь у нас деревья зеленые. Вот такой прикольный вид. Так же на вот эти деревья можно добавлять листву. Это в прошлом ролике я уже тоже показывал. Где-то что-то корректировать. Лишнее как-то убирать. Где-то что-то подтянуть потом можно. Но это не суть вопроса. Так же можно нажать клавишу С. Выбрать какой-то допустим участок. Вот. СК. Так. Режим редактирования допустим. Так. Это у нас стоят деревья. Нажимаем на план. Нажимаем режим редактирования. И вот что-то можно снять выделение. И С. Вот так вот что-то выбрать. Выделить. Вот таким вот образом. И приподнять. Ну вот еще вот так. Кстати. Колесико это все дело очищает. А левая кнопка мыши рисует. СК нажимаем. И вот это все можно дело выдавить. Вот таким вот образом. Пусть будет скала. Каньон. Все снимаем выделение. И теперь заходим опять же в объектный режим. Ну вот так все это дело здесь выглядит. Так. Деревья теперь. Можем немножко это все дело поуменьшить. Где-то вот так. Где-то замаскировать. Потом попробовать. И чтобы деревья именно проецировались там где нам надо. Вот случайная жизнь. Это уже для анимации. Это начальный кадр. Конец. Середина. Время жизни. Всего этого дела. А выглядит это в анимации будет вот где-то так. Все это дело падает. Вставить и количество кадров. Продолжительность всего этого процесса. Но это пока не надо. В следующих роликах покажу как снег делать. Так. Ну что. Вот уже что-то. Гору конечно можно добавлять потом отдельно. Где-то что-то. Деревья какие-то можно потом удалять. Где-то корректировать. Ну словом вот такая прикольная штукенка. Ну и вот так все это дело выглядит. Можете тут еще с настройками поиграться. Где-то что-то. Сами глобальные координаты попробовать. Вот нажимаете там. Что-то изменяется. Они перемещаются. Где у вас основное дерево. Если вы глобальные координаты выключите. То вот. На вот этом объекте все оказывается. Ну словом часть информации я вам оставляю для личного опыта. Попробовать. Все-таки интересно. Может что-то будет. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok